Не очень люблю такую погоду. Видите, снега уже нет, ну и солнца нет. Ну такое всё серенькое, никакое. Ну и как всегда, видите, как муравейники, полно студентов. Все бегут по своим корпусам на занятия. Тут не так, как у нас, например, один корпус, и в одном корпусе там студенты переходят, например, с кабинета в кабинет или с этажа на этаж. Тут часто студенты с одного корпуса бегут в другой корпус. Не помню, показала я вам здесь или не показала. Видите, это библиотека громадная. И я недавно узнала, что эта библиотека работает круглосуточно. Вы представляете, как круто! Вот, я сегодня опаздывала на свою учёбу, поэтому совершенно ничего не взяла поесть. И хочу зайти в библиотеку, что-нибудь купить. А то сейчас уже 5.30. Я хочу есть. Вот как-то так, ребят. Кстати, я хочу поделиться своей новостью. Сегодня выдали тест по коммуникашн. И вот представьте, у нас есть супер-супер умная девочка, но мне до неё далеко ещё. И вот она написала этот тест на 94%. Как вы думаете, на сколько процентов написала я? А к этому тесту я готовилась и учила. Можете меня поздравить, 91%. Я собой горжусь, а вы мной пишите. Вот, смотрите, здесь много-много всякой еды. Всяких вот таких небольших кафешек. Сейчас зайдём, посмотрим, что мы можем поесть. Интересно. Так, сладкое я не хочу. Это мне неинтересно. Сейчас посмотрим, что есть там. Тоже сладкое. Не, не только. Сейчас посмотрим вот там. Вот эти вот такие автоматы. И можно наливать себе всё, что хочешь. Еда. Ненавижу еда. Ребята, еду я себе купила. Потом покажу, что. И вот, смотрите, бесплатные пакетики. И как удобно. Можно взять совершенно бесплатно вилочку, ножик и ложечку. И салфетки. Я считаю, очень круто. Ребята, вот такая у меня еда. Малёха, она, видите, поплыл этот соус. Ну, вот такая вот у меня штучка. Не знаю, что это. Какие-то лепёшечки. Типа хлеба. Видите? А это вот тут вот такое мясо, курица и рис. Пахнет вкусно. Но потом скажу. Во всяком случае, похоже на еду. А не просто какой-то бутерброд. Сейчас у меня через 10 минут придёт студент. Я успею поесть. Смотрите. Олени прямо на расстоянии вытянутой руки. Вы видите, только что они были ещё ближе. Я очень хотела вам показать. Нажала кнопку и не нажала. Бывает и такое. Думала, нажала, потом смотрю. А нет записи. Вот, ребята, это, наверное, от усталости. Ребята, я возвращаюсь с работы. Вы знаете, у нас очень холодно. Минус 9 градусов. Это просто какой-то кошмар. Сегодня у нас был очень интересный опыт на коммуникацион. В чём он заключался? Нам раздавали разные карточки. И говорили, кто с кем будет беседовать. И вот надо было освещать такие темы. Один из нас был продавцом. Другой был покупателем. Ну и вот эти вот все моменты. Цвета. Знаете, сколько стоит. Здесь. То есть, ну, непосредственно здесь ЗОС. Всё это прорабатывалось в этой тематике. Да, чем я вам могу помочь. Ну, то есть, какой размер. И всё это на английском. Там вы покупаете для себя. Или вы покупаете для друга, для мамы, для папы. То есть, надо было рассказывать. И надо было разыгрывать три ситуации. А потом давали ещё другие карточки. И там был ряд вопросов. Один человек задавал эти вопросы. А второй отвечал. Ну, по очереди это всё было. И вот вопросы были такие, например, какой твой любимый магазин. Или как ты любишь делать покупки. Или твоё предпочтение. Например, у тебя на работе есть униформа или нет. Ну, вы знаете, в принципе, прикольно. Вот. И можете за меня порадоваться. Я это дело всё сдала. Оказывается, ребята, я умею разговаривать на английском языке. То есть, какие-то моменты меня удивляют саму. Ну, вот. А тест у нас был по грамматике до этого. Который, ну, там было прошедшее время. Ну, и тест должен был быть на прошедшее время. А было не только прошедшее время. И вот этот тест я завалила. С успехом я его завалила. Вот, скажем так. Ну, этот тест можно будет переписать. То есть, они дают такую возможность. Только, вы знаете, я думала, что это можно будет сделать сразу. Оказывается, чуть-чуть не так. Перед новым уровнем, когда будет общий экзамен, все будут сдавать свои хвосты. И, поверьте, списать там невозможно ничего и никак. То есть, над тобой прямо стоят. Ну, как-то так, ребят. И чтобы вы понимали, в неделю мы проходим 3, 4, 5 тестов по разным предметам. Это очень тяжело. Не знаю, может быть, легко тем, кто только учится. Но для меня, конечно, это очень-очень тяжело. Но, тем не менее, я стараюсь держаться. И поэтому, потому что тяжело и не хватает времени, бывают и такие отрицательные результаты. Но ничего, я постараюсь справиться. Держите за меня кулачки. И посылайте мне только положительную энергию. Ребята, не могу вам показать вот эту суперкартину. Я вам говорю, минус 9. И посмотрите, красавчик идет в шортах. Офигеть! Просто-напросто. Вы знаете, многие американцы очень закаленные люди. Просто.